друзья привет это проект географии инвестиций меня зовут евгений и сегодня мы поговорим о том что такое дивидендный портфель и как его собрать какие в конце концов бумаги добавить свой публичный портфель все что вы услышите и увидите в этом выпуске это только мое мнение я вас не призываю поступать именно также так как фондовый рынок это достаточно рисковый инструмент для увеличения своего капитала итак начнем с того какие же бумаги им отбирать к себе в дивидендный портфель сейчас очень много идет разговора о том что российский рынок достаточно щедро дарит свои дивиденды то есть российские компании показывают в принципе 10 процентную доходность за год по дивидендам это очень хороший результат с чем это может быть связано но по сути российский рынок российские компании так давно начали платить именно дивиденды такой скажем тренд последних трех лет то что российские компании тот же нлмк газпром северсталь они увеличили именно выплату дивидендов связано это скорее всего с тем что все эти компании они по сути сырьевые то есть они продают нефть газ металлы за границу получают прибыль если брать внутреннюю экономику экономику россии то мы по сути здесь не видим какого-то сверх естественного роста даже роста потому что дохода населения падают и это по сути очень заметно каких-то новых больших проектов в россии не делается поэтому на мой взгляд эти вот компании как нлмк северсталь смотрят на то что они в данный момент свою прибыль которая у них есть они не могут вложить в какой-то грандиозный хороший проект который принесет в последующем еще больший доход поэтому они более-менее решают делиться со своими акционерами той прибылью которую они получают сколько это еще может продлиться на российском рынке трудно предугадать потому что россия это достаточно непредсказуемое государство здесь может произойти все что угодно начиная от отмены там льготных налогов что в принципе уже и происходит до еще большего закручивания гаек и и и повышение добавленной там стоимости всего остального что поставит в небольшой тупик те компании которые допустим без господдержки да мы не берем там роснефть газпром это на наше достояние это госкорпорации но все же достаточно рисковое занятие именно вкладывание своих денег в дивидендные акции российского рынка если мы берем к сравнению с российским рынком американские компании то там есть дивидендные аристократы это те кто платит стабильно дивиденды каждый год их повышает и ежеквартально выпала чего и дивиденды это в основном такие как там макдональдс кока-кола то есть больше такой американский потребительский сектор если мы берем процентную доходность от дивидендных бумаг в соединенных штатах америки и в россии что процент конечно не сопоставим здесь нужно учесть еще то что покупая валютные активы то есть мы их покупаем за доллар и в последнее время мы видим то что рубль в принципе как бы укрепляется но на мой взгляд это все сделано искусственно и кто-то очень великолепно манипулирует этим курсом рубля и доллара скорее всего это скоро закончится они не смогут его сдерживать и закрепиться уже выше 80 рублей за 1 доллар поэтому инвестируя в иностранные компании которые платят стабильно дивиденды они по сути очень предсказуемо у них нет большого разбросов цене то есть они ходят в каком-то узком канале именно как спекулянту как трейдеру они в большей части не интересно потому что там доходность в не в несколько процентов для трейдера на менее менее такой лакомый кусочек для дивидендных и инвесторов это достаточно интересные компании потому что годовая доходность это около 3-4 процентов то есть дивидендный аристократ он как бы менее рисковый конечно есть шанс то что в итоге настанет какая какой-то глобальный кризис и все компании упадут в цене но насколько мы можем видеть по итогам прошлого такого большого кризиса который был 2008-2009 годах то есть рынок восстановился и те компании которые платили дивиденды они также в том же размере и платили дивиденды к сожалению этого же нельзя сказать про российские дивидендные компании российские компании выплачивают дивиденды от процента то есть какой-то процент от прибыли поэтому дивиденды каждый каждое выплате могут быть совершенно разные то есть покупая российский актив под дивиденды мы точно не знаем какую доходность он нам будет приносить в будущем поэтому важно смотреть на отчеты компании которые вы добавляете свой портфель и если где-то вы видите что дивиденды будут урезаны то на мой взгляд лучше диверсифицировать свой портфель или полностью его пересмотреть в плане того чтобы вы не потеряли тот доход который мог бы принести вам больше прибыли своем портфеле я конечно стараюсь какую-то часть портфеля то есть я поделил свой портфель на два таких под портфеля 1 это дивиденды компании которые я держу а другой это спекулятивные то есть нацеленные на компании роста но с каждым разом я все больше склоняюсь к тому чтобы полностью все те денежные средства которые у меня есть на брокерском счете именно вкладывать больше в дивиденды компании из минусов дивиденды компании это то что после закрытия реестра акционеров у компании случается дивиденды и в большинстве случаях он конечно закрывается в зависимости от компании от ее позитивных новостей то есть дивиденды гэп по сути может закрыться и через два дня и через две недели у кого-то через два месяца но все же есть своего рода риск обычно дивиденды гэп происходит ту сумму на которую будут выплачены дивиденды поэтому некоторые даже пользуются этой стратегией закупают после дивидендного гэпа и ждут роста от этой компании но на мой взгляд если хотите заработать именно перед дивидендами то есть продать эту бумагу перед дивидендной отсечкой ее нужно покупать немножко заранее до дивидендного отчета не стоит покупать сразу на дивидендом гэпе потому что цена может все таки пойти не вверх опуститься и скорректироваться еще вниз дивиденды у российских компаний могут быть отменены это опять же расценится рынком как негатив после чего цена еще больше уйдет в рассадку поэтому покупая на дивидендом гэпе это все равно более-менее какой-то риск у меня достаточно часто спрашивают как составить именно дивидендный портфель чтобы он приносил пассивную прибыль на этот взгляд то есть на мой взгляд как такового пассивного дохода от дивидендного портфеля вы не получите потому что вам все равно нужно будет проводить ребалансировку этого портфеля смотреть каждый раз отчеты интересоваться в конце концов рынком а это достаточно время затратная работа из дивидендных акций я хотел бы отметить конечно это сбербанк газпром нлмк северсталь ммк достаточно интересные платья дивиденды из ритейлов это x5 retail group и магнит тоже интересные дивиденды такой нонсенс на нашем рынке это компания мтс которая платит очень хорошие дивиденды также покупки можно будет рассмотреть московскую биржу но московская биржа и допустим как интерау они платят дивиденды всего один раз в год полиметал полю золото у них дивидендная осечка два раза в год также у руссагра дивидендная осечка два раза в год но стоит учесть то что допустим полиметал руссагра это не российские компании хотя они работают на территории россии дивиденды они платят в валюте соединенных штатов америки в долларах и брокер россия российский брокер никак не вычитывает с этих дивидендов налог в 13 процентов то есть нужно учесть тот факт что вам самостоятельно нужно будет декларировать свой доход заполнять декларацию и отправлять ее в налоговый орган на этом все спасибо что досмотрели это видео до конца внизу в описании есть ссылка на открытие брокерского счета подписывайтесь кто не подписан колокольчик лайк комментарии до новых встреч на проекте географии инвестиций всем пока